Микс Ньюс Да, добрый день, уважаемые радиослушатели Начинаем работу прямой эфире Два бывших футболиста сборной Латвии У меня сейчас в студии, Марьян Пахарь и Александр Каленько Я думаю, что все любители футбола Их прекрасно знают и помнят Добрый день Добрый Сейчас такое вот интересное время, когда мы радуемся Ну, любители спорта и Болельщики футбольные радуются уже тому Что можно, по крайней мере, по телевизору посмотреть Конечно, все это По-прежнему при пустых трибунах Я того с ребенком на днях Смотрел вот чемпионат Италии И, конечно, такая сюрреалистическая картина Потому что там стадионы, вы, наверное, знаете В странах, где футбол Топовый вид спорт номер один Там огромные стадионы на 40, 50, 60 тысяч И вообще, когда никого Это такая картинка совершенно, да Такая необычная Я не знаю, вот Исходя из вашего опыта, это как-то вот влияет Или вы настолько как профессионалы Когда вы сосредоточены в игре Неважно, вы тренер или игроки Что вот наличие зрителей не столь существенное Или это все-таки имеет значение? Марьян? Ну, конечно, имеет Огромное значение имеет Я думаю, что если вот Представить такую картину Что каким-то невероятным образом Чемпионат Латвии переносится В премьер-лигу куда-нибудь в Англию И там вот эти полные трибуны И наши команды играют Уровень бы вырос сразу Потому что, естественно, трибуны гонят Они заставляют бежать Они заставляют В принципе, прилагать сверхусилия И вот в этом В этом контексте, конечно Роль зрителей, она огромна И мы сами через это прошли Я, по-моему, был у вас как-то в эфире один раз И я говорил о том, что Мы когда вот с Сашей играли В сборной еще много лет назад Для нас фактор чужого поля Он не существовал Потому что мы приезжали В Хорватию Или в Швецию И вот эти трибуны Мы кайф ловили Потому что даже пусть они там Против нас кричали Там Турция та же Но мы ловили кайф И вот в этом плане нам как раз Помогали даже А это не мешает? Вот все-таки вы знаете, что Ну, стадион не ваш, если так можно сказать Плюс свист, шум Это не мешает? Или для профессионала Вы сосредотачивались на игре и все? По большому счету, конечно Мы сосредотачиваемся на игре И вот когда уже и Англию мы прошли Естественно, фактор чужого поля Он влияет И, ну, скорее он помогает больше Помогает команде соперника Нежели мешает нам Ну, естественно, они их гонят Тебе предлагают больше усилий Нам тяжелее Но, в принципе, конечно Ты выходишь после стартового свистка Это все уходит И мандраж, и какие-то переживания И все, ты весь в игре уже концентрируешься Саша, или не так было? Не, ну, со стороны игрока это так А вратарь А вратарь Да Который подсказывает Пытается подсказать своим защитникам и игрокам Что действовать Где подстраховать Куда побежать Здесь немножко другая сторона медали Может, иногда игроки даже не слышат Да? Если в трибун Правильно Особенно, когда Трибуна с фанатами за спиной Ну, это очень тяжело Докричаться до своих Там сам себя не слышишь Но то, что Марьян сказала Конечно, когда Трибуны орут Ты же не разбираешься там Что они орут Просто ты слышишь Гул, поддержку Это заводит Хочется играть Бежать вперед Правда, в Англии бывали такие случаи Когда там против тебя Что-то личное орут Тогда вот Особенно вратарю, да? Особенно вратарю Получается А если ты хорошо владеешь английским Это совсем неприятно Там не надо даже сильно владеть английским Там и так понятно О чем они орут Тогда надо быть сильным духом Чтобы это как-то не отвлекало Вот интересна тоже особенность В спорте Если мы знаем, что в хоккее Чаще всего вратарь Как раз наоборот ругается на защитников Если ему закрывает обзор Он не видит момент удара Все-таки на футболе другая специфика Вы все-таки наоборот пытаетесь Чтобы защитники прикрывали какие-то углы В футболе ворота немножко побольше Чем в хоккее И поэтому, конечно, хочется Чтобы игрок перекрывал какой-то один угол А вратарь уже старается Там плюс-минус закрывать другой угол Потому что, ну, если ты будешь один Там, любой удар там 16 и ближе метров Ну, шансов очень мало у вратаря Если вот, Мария, ну, чаще бывает В латвийских средствах массовой информации Потому что все-таки он в последнее время здесь находится Вы, я знаю, что вы работали и в России тоже После завершения карьеры Может быть, чуть-чуть расскажите нашим радиослушателям Ну, те, кто, может быть, не отслеживал последние Вот какие-то такие моменты Вашей спортивной биографии Ну, сколько в России я В 15-м году я закончил работать в России, в Балтике Четыре с половиной года играл за Балтику, Калининградскую Там первая лига, как бы Ну, меня все устраивало Там хороший Кстати, там довольно высокий уровень на самом деле, да? Хороший уровень Во-первых, там много игр, там много команд И я скажу, что для любого футболиста первая лига России – это хорошая школа Особенно, если попасть туда в молодом возрасте То эти переезды закаляет Там действительно И уровень, в принципе, очень хороший Я думаю, что, может быть, те, кто не знает, могут говорить Ну, первая лига, на самом деле, это высокий уровень, да? Я думаю, выше чемпионат Латы, чем чемпионат Латы Ну, я думаю, те команды, которые повыше борются за, я думаю, первая, шестерка, пятерка Обычно там очень хороший уровень И действительно Почти команды, которые уже приближаются к высшему дивизиону, да? В какой-то степени, да? Ну, наверное, может, все равно, когда команды уходят в премьер-лигу Им надо игроков закупать лучше качество, более хорошее Потому что все-таки премьер-лига России, там, ну, очень хороший уровень Там, недаром я, когда играл в первом дивизионе Англии Мне поступило предложение из высшей лиги России Все-таки я выбрал высшую лигу России и уехал Потому что, ну, она на виду Первый дивизион в Англии хорошо, конечно, там атмосфера сумасшедшая Но высшая лига Это такой чемпионшип, да? Чемпионшип, да, ну, по-другому назывался Ну, вот, и в первой лиге Англии тоже полные трибуны, да? Приходят на своих местных регионах Кристал Пелос был лондонский клуб Вторые посещаемости после Манчестер Сити Ну, тогда Манчестер Сити играл тоже в франшипе И у нас 22 тысячи в среднем было Стадион вмещал 24, 22 у нас было в среднем В Солдхэм-то не меньше ходило в премьер-лигу Даже так, да? Ну, старый стадион был всего там, да, 18 тысяч Ну, всегда был, наверное, биток, почти аншлаг был всегда, да? Там же абонементская система Я знаю, что люди десятилетиями покупают эти абонементы Все верно Да, вот, а после этого вы работали... Я переехал, как игрок еще вернулся в Латвию Да Сыграл три игры Еврокубки за Спартак Юрмальский Да Один круг мы прошли Следующий круг Одну игру я сыграл, мы проиграли крупно И на ответную игру меня уже назначили главным тренером Юрмальского Спартака И конец сезона, там, три или четыре месяца я дорабатывал как главный тренер Спартака Это было, наверное, тяжело, да, переключиться сразу с игрока на главного тренера Ну, конечно, это вообще два разных полюса Поэтому, ну... А потом, по-моему, опять вы в России работали, да, в этой системе скаутской, если я не ошибаюсь Нет, 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 я работал в Спартаке, остался помощником Да При Кубаре Да Потом чемпионство завоевал Спартак Потом я остался на следующий год в Спартаке Зуб был, польский специалист такой, тоже у него был помощником И с Зубом мы уехали потом в Беларусь, в Шахтер, в Солигорск Там мы работали до конца сезона, там тоже месяца четыре Интересно, да, такая вот, нет? Ну, да, он так и тренеров я поменял, как бы Ассистентом у многих тренеров был И поездил, и потом вот последние два года работал тренером по вратарям в РФШ А не было желания вообще вот полностью переключиться на эту такую тренерскую стезю? Вот как Марьян? Так я переключился, я сейчас являюсь... Я устал, так можно сказать, от вратарей Хваст уже, да? Да, пусть они, кто-нибудь другой пусть тренирует их Я сейчас являюсь главным тренером в РФШ У-18 и дублеры Потому что я себя вижу как главный тренер, не как тренер по вратарям Ну дублеры, я так понимаю, это тоже, в принципе, ну такой второй шелон, где кто-то, может быть, и выстрелит потом в основную команду, да? Ну вот, я с Марьяном только говорили, мне присылают из первой команды где-то, ну по-разному там... Кто-то после травмы пытается восстановиться, да? Даже не после травмы, те, кто не играл, у кого мало игровой практики, надо же играть, потому что просто сидеть на банке запасных, ну, надо показать себя, во-первых, первой команде, на что ты способен, а как иначе вот через игру Через игру, да И отправляют, и своими молодыми ребятами вторую часть команды я заполняю, получается, вот такой микс молодежи с опытом Марьян, если мы говорим о сборной, что-то вообще понятно, когда может начаться там такой полноценный тренировочный процесс в сборной, видимо осенью, да? Ну, конечно, да, все пока по плану, я надеюсь, что сборы будут, игры будут, поэтому, в принципе, если не будет второй волны, как сейчас говорят, не дай Бог, вот все уже, конечно, мы спортсмены, футболисты не хотим вот этого повторения, то, что было, потому что, ну, совсем грустно было и в этом плане, так что ждем, да, пока УЕФА, ФИФА, там, они свои эти графики подтверждают, Так что дай Бог, что все будет в порядке в этом плане Можно вообще ожидать, вот я понимаю, что это, конечно, во многом зависит от главного тренера, вот сборной, да, вот, которого недавно был назначен, но все-таки, как вам, можно ожидать или есть такого серьезного обновления, ну, слово ребрендинг, наверное, не самое удачное в данной ситуации, но вообще какое-то обновление сборной Ребрендинг вы имеете в виду человеческий? Да, человеческий, да Ну, он все время происходит в той или иной мере, и, естественно, каждый тренер, он видит футбол по-своему, и это нормально, только нормально Другое дело, что вы правильно говорите, ресурс ограничен, и здесь, ну, у нас маленькая страна, и все на виду Каждый игрок, в принципе, он под микроскопом здесь находится, поэтому мы... То есть, вы следите за чемпионатом в Атвизор? Естественно, мы следим на каждой игре, мы, любой из штаба сборной, поэтому мы понимаем, что происходит, никуда не денешься, никуда не скроешься в этом плане, но ресурс ограничен, я думаю, что глобально, может быть, глобально Это не будет такой вау, сразу что-то новое, но, естественно, обновления будут, и будут серьезные обновления, и молодежи будет больше перспективной Сто процентов, тем более, я знаю, Данис, он работал с многими игроками в У-21, и я думаю, что в интересах любого тренера работать с теми игроками, которых он хорошо знает, которым доверяет, и которые доверяют ему Так же, как и я, когда пришел в сборную работать, я помню, в 2013 году, я сразу взял несколько ребят, которые были в У-21 со мной Которых хорошо знали Которых я хорошо знал, безусловно, и они мне на протяжении долгого времени принесли хорошую работу, сделали и результаты Еще, извиняюсь, еще ты взял несколько человек У-35 Да, Каленько, кстати, еще под моим началом успел поиграть за легендарная игра в Греции, где я такого не видел даже в его лучшие годы, когда он вытащил, наверное, 35 ударов в наши ворота И сами греки не могли понять, что происходит Ну, там, да, уникально было А это чаще всего бывает, вот, по вашему опыту, жизненному спорту, это чаще всего бывает на кураже или просто вот везение Вот, идет игра, и ты вот эти мячи берешь, даже иногда те, которые, ну, невозможно, казалось бы, взять Нет, ну, все-таки кураж, наверное, надо поймать, чтобы все, хорошо поспал, хорошо поел Да боялись его просто соперники и все Да? Конечно Реально боялись Реально боялись Просто, говорит, понимали, что забить невозможно, да? Это давлеет психологически Физическое, физическое давление Большой и страшный, ну, что тут сделаешь? Ну, если, кстати говоря, если посмотреть вот, ну, на вратарей сборной Латвии, ну, последние годы, как раз, я думаю, что эта позиция не самая была такая, слабая, если так можно сказать Да, все-таки у нас есть такая вратарская школа, да, Александр, как вы считаете? Ну, во-первых, Андрей Ванин Ванин, да, Штейнбург, да Ванин долгое время, да, неплохо играл, потом настало время Штейнбург поменял его, как бы, я считаю, что очень достойно Наверное, не все ожидали, что он сможет так заменить Андрея А вы видели, что вот есть у него такой потенциал? Вы знаете, я его только видел в тренировочном процессе И все-таки, Павел, в тренировочном процессе и в игровом это немного два разных человека Просто недаром, когда смотришь, он в Польше играет, там, он много раз признается лучшим Какой-то сезон Хотя команда, вроде бы, мы знаем, что аутсайдер по существу, а он... Там через игру, через два он лучший Ну, смотришь, приезжает сюда Ну, вроде как бы ничего особенного Ну, когда поставили его, ну, он просто своей игрой доказал, что он может номером один быть в сборной Латвии Да, вот если мы говорим еще о чемпионате Латвии Вот все-таки сейчас, как вам кажется, уровень растет за счет приезда легионеров Не знаю, Марьян, Александр Ну, игры ставят интереснее, непредсказуемее Или все-таки мы знаем, что есть два-три фаворита Ну, по существу все понятно Вот в играх фаворитов, да То есть фаворит способен привести легионера, который усилит и который... Не просто вот легионер Не просто легионер, конечно Уже более квалифицированного легионера В этом плане, естественно, фавориты и Рига, РФС, и Спартак, может быть, в какой-то степени Валмера где-то Они, ну, усиливают свою игру Конечно, очень сложный период был, и вот с этой пандемией Не все тренировались в общем режиме Не все вовремя вообще приехали в клубы в расположение Поэтому с этой точки зрения пока, может быть, не вышел чемпионат еще на тот уровень, на который способен Но вот с точки зрения команд, которые ниже, и приезжают легионеры, и играют Я извиняюсь, занимают место наших местных игроков Хотя нисколько они не сильнее В этом плане мне это не очень нравится И что тут скрывать Я всегда был за то, чтобы в этом плане, если есть возможность, ну, надо своего игрока Тем более, что он не хуже подтягивать Ну, Марьян, вот, наверное, у вас часто спас свои болельщики, журналисты Ну, есть же такое понятие, наверное, голевое чутье, да? Когда вроде бы, ну, по крайней мере, когда ты как зритель смотришь за игрой Тебе сначала кажется, что вроде событие развивается, ну, вроде никакой опасной ситуации нет Один-два паса, и вот уже острота у ворот Есть в футболе, да? Вот такой вот голевое чутье, ну, кроме естественного мастерства Ну, естественно, это самое главное, что есть в футболе вообще Бывает, что у Саши мяч в руках, и, казалось бы, никакой опасности Через четыре секунды, уже он выбив удачно мяч, наш игрок забивает гол в ворота По все мало времени прошло, а вот уже... Да, поэтому из этого и состоит футбол Но понятно, что мы говорим все время о подготовке игроков Мы говорим о молодых игроках, мы говорим о конкурентно способных игроках уже давно И в этом плане, чтобы игрок был конкурентно способным, если он нападающий, скажем То мало быть быстрым, мало быть техничным, мало быть умным Еще надо иметь голевое чутье Вот тогда... Это такой дар определенный Это определенный дар, это талант, естественно, его надо улучшать, развивать Оказываться в определенных ситуациях, в тех или иных, в тренировочном процессе или в играх Но это можно играть, да? Но наиграть это почти невозможно Это талант И оно есть или нет? Это талант Да, так и есть Действительно, когда ты наблюдаешь за мировыми звездами, за тем же Месси Многие же говорят, что смотришь, как будто у него мяч, ну, не знаю, приклеен к этой ноге Вот как это все происходит, почти вот как цирковой мастер Но это уже не только талант, это уже его долгие годы тренировок Это понятно, да К этому таланту, да Но это что-то такое феноменальное, да? Таких игроков не может быть много Конечно нет, конечно нет Я думаю, насчет Месси как раз там там не то, что чутье, а какое-то именно мастерство Просто Мастерство, да? Уровень А Рональду? Тоже Мне все-таки кажется, вот такие игроки, это вот игроки, которые за счет мастерства своего забивают, за счет чутья Я не знаю, вот Михалап, наверное, был у нас такой Да Вот он за счет чутья, он был там, где надо Он никогда никого сильно не обыгрывал, но всегда забивал очень много мячей Вот про Марьяна, я так скажу, тоже Он не чутье все-таки, у него мастерство У меня меньше чутья было, чем у Михалапы, это сто процентов Даже так, да? Как-то несправедливо мы забыли Михалапа, да? Да, ведь у него было такое чутье Мы его не забывали Это вы забыли Да, это вы забыли, да Просто, ну, в Англии, когда за Марьяном, естественно, много смотрели, игры постоянно, все на телевидении Ну, это не чутье, когда там Марьяна обыгрывает стама между ног и забивает шмех или гол Это не чутье, это мастерство там Ну, это можно смотреть там, я не знаю, один, два, десять раз Я этот гол А давлело, что вот в воротах такой вот, такой вот вратарь? Шмех? Да Или делай свое дело, и не важно, кто там Честно говоря, ты не думаешь об этом вообще Ну, ты выходишь и забываешь вообще обо всем Нет, не было, конечно, не было Да точно так же, как и защитники не было До игры, естественно, ты смотришь там Шмехель в воротах или Каленько Ну, ты уже... Я помню, что в Премьер-лиге вы забивали, по-моему, всем, кроме Арсенала, да? Если мне память не изменяет Я забивал, ну, наверное, не только Арсеналу я не забил Еще кому-то я не забивал, я не помню Ну, большинству все-таки забивали Большинству забивал, да Премьер-лига сильно изменилась с тех пор, как я играл там, естественно, много команд ушло И в чемпионшип, и в первый дивизион Многие поднялись Но в целом, да, вот на тот момент я смотрел Даже я помню, как-то какой-то друг у меня спрашивал Всем ты забил? Я говорю, ну, нет, наверное, не всем Но всегда мечтал забить Арсеналу Но забил за дубль Арсеналу Когда я играл, восстанавливался после травмы Причем в воротах Арсенала был Пом Эстонец А, да Март Пом такой, да, вратарь И, ну, так, было приятно Но это была не первая команда Марьян Пахарь и Александр Калинько у нас в студии Привемся буквально на пару минут, не переключайтесь Да, еще раз добрый день Марьян Пахарь и Александр Калинько у нас в студии Известные футболисты Вот мы говорили в перерыве Ну, вот, наверное, такая неотъемлемая часть любого вида спорта Особенно такого, ну, травматичного, как футбол Не будем это скрывать Но, наверное, все, кто следит за футболом Видит, ну, как безжалостно защитники бьют по ногам Естественно, прежде всего, наверное, достается нападающим Вот вам тоже, естественно, досталось И это, наверное, способствует тому, что раньше пришлось завершить такую активную футбольную карьеру, да? Ну, в том числе, в том числе, наверное, даже не то, что я пытался вернуться, скажем, на прежний уровень Что было уже сделать практически невозможно В силу того, что я пропустил несколько лет Как говорят, сколько ты пропустил, вот столько примерно нужно времени Чтобы выйти на тот уровень Вернуться ты можешь довольно быстро, но выйти на прежний уровень очень сложно И это требует времени И плюс, это должно не быть рецидивов А у меня были рецидивы, в этом плане было еще сложнее То есть неприятные были травмы Завершать карьеру и думать о страховке Потому что страховки большие И я отмел этот вариант Я хотел вернуться, я старался, я пытался И как бы не думал о том, что я в 28 лет заберу какую-то сумму большую и все, и уйду То есть не хотелось чувствовать себя инвалидом Не хотелось чувствовать себя каким-то вот таким Ну все, не удел, не нужен никому Поэтому я до конца, сколько я там уже мог Там в принципе уже чисто, вот Саша говорил о мастерстве Мастерство, к сожалению, вот когда я понял, что его уже не хватает Тогда я закончил Мне было, по-моему, 32-33 года Примерно так Ну да, потому что мы видим, что Цауня тоже очень талантливый игрок Очень талантливый Жалко, что его тоже замучают эти травмы Очень жалко, очень и тут, я не знаю, я еще успел столкнуться с Сашей как тренер Да, 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 скажем И вот Ну есть у него талант У меня, наверное, вот два-три игрока были Он, если не самый первый, то вот в двух, в трех, с кем я вообще работал когда-либо С таковым уровнем игрок Все-таки жалко, что так вот рано ушел из карьеры Руднев, да, как-то неожиданно Тоже очень жалко У него был талант Может быть, кто-то может говорить, что ему не очень везло в сборной Потому что игрок Бундеслиги приезжал, но в сборной как-то не удавалось ему, да Может быть, потому что он уже довольно был уставший к этому моменту Не удавалось что? Как-то вот, ну, проявить себя Забить Ну, забить что-то, по-моему, он забивал Вы знаете, я когда работал в сборной Пришел после Александра Петровича Старкова И Руднев был в нашем списке, естественно И одним из первых я пытался с ним договориться Чтобы он все-таки приехал в сборную И там у него травма была, личные проблемы какие-то были И он приехал, не забил гола Но вот тот объем работы, который он делал Это правда Тот настрой, с которым он играл И сколько он полезного для команды сделал Даже когда Зюзин голы забивал Или Шабала Я скажу, что в этом плане он и боец, и патриот И отдавался на максимуме И вот очень жаль, что нет сейчас такого игрока у нас А то, что недостаточно проявил себя Ну, вот в Англии болельщики Саша не даст соврать Они разбираются в тонкостях футбола В том плане, что они оценивают не только гол Или красивую передачу какую-то Они оценивают, как он поставил ногу Поставил ногу жестко Или выпрыгнул в борьбу Как он в защите отыграл, да? Как он в защите отыграл, даже если он нападающий Так что в этом плане... То есть это зритель действительно профессиональный Он разбирается в бою? Конечно Вы не поверите, стадионы подсказывают Взади, ну... Да? Если, конечно... Да, да, да В хором... И вратарю подсказывают, если на своем стадии... Ну, вратарю нет, игрокам там... Если у игрока на спине игрок, там... Да Вся трибуна кричит «Манон» Ну, взади Да Или там, если надо вынести, вся трибуна кричит «Авэй» И это помогает Ну, конечно Конечно Когда вратаря не слышно, трибуну слышно Да, да, да Так что там действительно разбираются Когда мы говорим о молодежи, это, естественно, все ориентируются, надеются, что у нас будет Как бы такое поколение, ну, талантливых игроков Вот вы сказали, что вы СУ-18, но с молодежью работаете Ну, есть там такие, не знаю, звездочки Вот вы видите, что есть потенциал у этих ребят Что они не зря занимаются профессиональным футболом Я считаю, что есть, и хорошие парни Такой вот, играет за меня, там, и за Дубль, и за У-18 Перешли из меты Якоб Слагунс Рейнер Вар Славанс Для меня, ну, не знаю, очень-очень радует Один 2002 год, другой 2001 года Все впереди у ребят, да Парень Потом, вот, появились защитник центральный 2004 года, Никс Из Лепы тоже взяли И местный есть из РФШ у меня Такой 2004 года, Глеб Желейко Я думаю, что если еще все хорошо, и они будут в футболе Через два-три года О, вы будете советовать, да? Сборную? Я уже советую ему Да? Так, присмотреться Приглядывал Сборная есть главный тренер Нет, ну, понятно Я могу только передать твой взгляд 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 Совет Есть, есть хорошие ребята, как бы мне нравятся и радуют Ну, можно заниматься вот в Латвии, играя вот в Латвии, все-таки профессионально футболом Или все равно большинство, не знаю, футболистов место где-то пытается подрабатывать еще Совсем не связано со спортом Прокормить семью можно вообще? Это же очень важно на самом деле Пока, может быть, 16-17 лет, это не важно А если игрок уже 21, 22, 23 Ну, если мы берем Верслигу и первую, там, не знаю, пятерку, то спокойно можно прокормить семью Это же действительно реальный профессиональный футболист Да, это реальные профессиональные футболисты Я думаю, что они все реальные, и все 10 команд, которые есть, они нигде не работают больше футболисты Но уровень зарплат, конечно, отличается, последние команды и первые команды и очень прилично Но и времена изменились тоже Если мы когда-то вот с ком-то пришли молодыми ребятами Это был, наверное, 95-й год Да, где-то так Где-то так, да 94-й, наверное 94-й, может быть, даже, да То, в принципе, в то время зарплаты не были у нас выше, чем зарплата сейчас в РФС или в Риге Но в то время мы могли себе позволить довольно много Мы и квартиры могли купить уже, и машины купить Поэтому, конечно, времена изменились, и инфляция сделала свое дело Да, сейчас уже на эти деньги, да, 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 машины не купят Но вот первые команды, я думаю, что очень хорошо ребята живут Но опять, до какого уровня, если мы сравним с уровнем премьер-лиги То здесь, ну, надо стремиться туда Это понятно Стремиться туда Вот сказали в первой части, что действительно премьер-лига изменилась Вы просто хорошо ее знаете Она изменилась с точки зрения, ну, что просто какие-то команды ушли вот в первую лигу, да Или она вообще изменилась, не знаю, по философии Она изменилась кардинально Во-первых, пришли огромнейшие деньги Это стало огромным бизнесом Это раз Во-вторых, технологии ушли за 20 лет вперед настолько Мы телефон отслеживаем, как меняется Так меняется, и все Я не узнал свой клуб, в который я приехал несколько лет назад В гости, как бы В гости, да Я приехал пообщаться со спортивным директором Я приехал с тренером увидеться У вас хорошее отношение У меня было интервью еще и по работе там Ко всему прочему Поэтому я приехал И я не узнал клуб Я не узнал тренировочную базу Я не узнал вообще То, что люди изменились, это понятно Но с точки зрения сколько То есть это был клуб, когда я там играл Обыкновенный, средний Даже в какой-то степени провинциальный Провинциальный, не сильно отличающийся Мне казалось, что в СКОН-то у нас гораздо все было организованнее И база лучше, и все лучше Да, кроме, конечно, там полей много было Это всегда в Англии отличает, наверное, эти клубы Но сейчас это просто мега город Город, база и все, что там вокруг И те технологии, которые они сейчас используют для того, чтобы Став, аналитика, физические тренажеры, медицина Ну это, я говорю, для меня это уже какой-то космический корабль там был И в этом плане, естественно А это еще не самый лучший клуб премьер-лиги Я просто могу представить, что происходит в Арсенале, Монсити, Ливерпуле или еще где-то Там вообще космос, да? Видимо, там вообще космос Да, поэтому, конечно, в футбол Так же играют 22 человека Люди, люди играют Так же играют люди Такие же ворота Так же тренируют, такие же ворота Футбол, я не скажу, что изменился Конечно, он меняется Идут тенденции, идут тренды определенные И стили Приходят новые тренера Они приносят свои какие-то изменения в футбол Но по большому счету, ну он такой же Так же надо забить гол и так же обороняться И не знаю Как сейчас я смотрю даже по уровню и сборной И вот играли мы Ну кто мне может сказать, что сейчас ушел за 20 лет футбол выше, стал лучше Трудно сказать Вроде бы как стал по каким-то параметрам Но как вот мы, я помню наши времена, как мы играли, какие у нас характеры были Сейчас еще надо здесь созреть Кому-то, чтобы вернуться на этот уровень Когда ты даже смотришь какие-то ахиллы и записи Ты видишь, что очень высокий уровень был и тогда Очень, очень Мы играли в Еврокубках, помнишь? Я потом пересматривал Случайно нарвался на диски эти Кассеты еще были старые Интер, Барселона У нас были такие Челси Да С Интером мы играли Там был Баджо Занетти Был Симеоне Пирло молодой Саморано Помнишь? Пальюка Вратарь Ну все сборники всех стран вообще Сборная мира Баджо И мы проиграли им там крупно Я помню 0-4 Я смотрю по Зешин 49 на 51 там в их пользу То есть мы мяч контролировали Сейчас представить Равная игра И у нас момент, и у них момент Но они более квалифицированно не забивали Вот Нас они не поймут Если мы вот В завершении эфира Все-таки чуть-чуть Пару слов не скажем О том, как вы видите Развитие Не знаю Футбола в Риге в том числе Ну многие говорят, что Скептики говорят, что Ну все-таки В Латвии и вообще В Прибалтике Погодные условия таковы Это вам не Бразилия Где круглый год Можно мяч гонять Что все-таки В этом есть сложности И поэтому мы может быть Не такая вот Футбольная держава Но вот Тем не менее Наверное Футбольные поля Если бы их было больше Это бы тоже способствовало Наверное Тому, что все больше Детей бы гоняли мяч Ну Дети Гоняют мяч и во дворе Не-не Ну я имею ввиду И на асфальте Но с точки зрения Развития футбола Все же уходят вперед Я правильно То есть Тут мы не можем Оставаться Где-то там Позади По всем параметрам И где-то мы Отстали Поэтому может быть Потому что Насколько я понимаю Вот сейчас Ситуация довольно сложная Вообще С тренировочными Скажем У кого-то пол поля У кого-то четверть поля У тренеров А кто-то просто не может Позволить заплатить Такую сумму Которая есть Инфраструктуры Реально не хватает И тут Естественно Мы Сколько сможем Но мы будем Работать над тем Чтобы и школам Помочь в этом плане Сейчас в последнее время Все-таки удается В Риге Ну привести в порядок Эти футбольные поля Ну потихоньку Да Эта ситуация меняется И слава богу Вот в этом плане И Олег Он Буров Он Он взялся за это дело Скажем так И помогает И Нам как футболистам Бывшим В принципе Для нас это Ну такая Самая главная Самая главная деталь Которая В принципе И привела У нас сюда в политику Потому что мы хотим Развития футбола В нашей стране Это не самое главное Может быть С точки зрения Роста футболиста И вообще Роста Талантливого футболиста Это важно Это очень важно Естественно В нынешних условиях Я говорю Я знаю Очень многих Людей Из мира Вот Такого Юношеского футбола И Ну действительно Говорят Что мы либо Не можем заплатить Либо там просто Уже все расписано На год вперед Естественно И сейчас В нынешнее время Какой родитель Отдаст ребенка Семилетнего Который При минус 20 Пойдет там куда-то Не каждый А если будет Крытый хул Уже Отдадут Да На своем примере Могу сказать Это нам хорошо Везет с погодой Последние там 3-4 года У нас зимы Бесснежные Ну практически Но все равно В условиях Вот январь-февраль-март Я работал У меня 25 человек 25-28 человек В команде У меня пол поля Как можно работать Только пол поля Ну вот было Да Всю зиму Там Ну хорошо Иногда Если кто-то отказывался Игра Уезжал Как можно работать 28 человек Там 25 На пол поле Ну да Чему-то мы можем Научить там Техники какой-то Но Это Футбол Не зацикливается Только на технике То есть Нормальный Даже спаринг Вы не можете Провести В такой ситуации Ну Тяжело Просто Тренировочный процесс Организовать Поэтому Нехватка полей Это очень Большая проблема Я считаю Для Риги В частности Там Хорошо Сейчас меняют Покрытие Там на Аркадия На Ханзас Поменяли Но все равно Количество Должно быть Больше Потому что Просто не пробиться Действительно К этим полям Не пробиться А если пробиваешься То четверть Или половина Даже вот А дублеры Ведь это тоже Наверное проблема Всегда ведь Первая команда Это главная Но дублеры Уж как придется Мне вот повезло Наверное Как бы Мою команду У-18 Далековато Но Я считаю Что это не проблема Мы тренируемся На Долговой Гривост В Уздвинске У меня все поле есть И Я вот два месяца Работаю И там Ну я наслаждаюсь Я наслаждаюсь Ребята наслаждаются У меня Ну сумасшедшие условия Идеальное Там практически поле Все Все что надо Есть То есть можно на Только работой Работой Я не знаю Если бы были Ну опять же Были бы такие условия Неизвестно Может мы не достигли бы Слишком в шоколаде Так сказать Были бы Может мы и стремились Как бы вырваться А может еще большего А может еще большего Если бы у нас Хорошие условия были Мы были бы еще Техничнее Были бы там Не знаю Ну Более какие-то там Футбольные Потому что были условия Вот интересно С другой стороны Да Вот Казалось бы Вот поколение Вы же были Поколение 90-х Да Это при всем этом хаосе Который был Да Вот непонятной ситуацией Нехватки может быть финансов И тем не менее Вот Каких достигли В принципе результатов Из нефутбольной Ну скажем так Страны все-таки Да А сейчас Ну казалось бы Что условия получше Да Ну и теми И нет пока этих Ну будем надеяться Что будет Ну видите Мы не были Избалованы В нас заложили Не в 90-х Все это Да Как растение Уже в 90-е были Зрелыми людьми Мы уже в 90-е В принципе подросли Мы еще советскую систему Заставили Очень важный Важный период Подростковый В плане развития Футболиста Очень важнейший Просто И вот на это тоже Ну я знаю Процессы определенные Которые в федерации Происходят На это сейчас акцент Чтобы Чтобы в этом возрасте Не терялись футболисты Чтобы в этом возрасте Вот в этом подростковом Да Они получали максимум Который получили когда-то мы Мы Дай бог здоровья Нашим тренерам Которые нас вырастили Вы все помните Надеюсь Да Одного я очень хорошо запомнил Да У меня не было много А Юрий Андреев был единственный Да Поэтому Вот Они В нас Я Пришел Я пришел Или там приехал Уже когда в Англию А до этого я попал В первую команду С конту И Я умел делать все То есть У меня не было Никаких Элементов Футбольных Которые бы я не умел делать Всему уже обучили Да Всему Вот сейчас Огромная проблема Не у всех Ребят есть школа И в этом То есть Арсенала такого вот нет У большинства ее нету Я вам так скажу Ну вот И это сложно Приходится с нуля Да Начинать Ну Не поверите Я вот пришел Столкнулся с этим Обязательно Первую часть Не могу не поверить Что так может быть Да Ребятам по 17 16 18 лет Школы Ну нету Просто Не могут мяч обработать Не могут передачу Простую отдать На 5-8 метров Так чтобы мяч Стелился А не скакал По этому полю И приходится Ну Большую часть тренировки Ну не больше Можешь значить Уделять этому Школе Хотя это же азы казалось А это должно Было заложено быть В 12-14 лет Конечно Как можно Давать Можешь давать Какую угодно тактику Ты можешь Все что угодно придумать Но если человек Не может обработать мяч И отдать передачу Все на этом все заканчивается Никакой атаки уже не будет Правильно Да Ну что ж Будем надеяться Что наступят Очень хорошие времена Для нашего футбола Я надеюсь Они обязательно будут Марьян 100% Вот это самое главное Оптимизм Марьян Пахарь И Александр Калиньков У нас были в студии Большое спасибо Спасибо всем До свидания Субтитры создавал DimaTorzok